приветствую вас друзья в этом видео поговорим про т-44 облегченный с 22 сентября по 6 октября он продается и в прем магазине и в игре во внутриигровом магазине его можно купить либо за деньги либо за 11 тысяч 300 золота имеет ли смысл говорить сколько за деньги если все прим танки 8 уровня сейчас стоит одинаково 1763 и это тоже можно в самом дешевом пакете купить за 1763 точно так же как и любой другой прим танк что в золоте они сейчас одинаково стоят что в деньгах что мы получаем за 11 300 золота легкий танк советский 8 уровня давайте посмотрим сравнение его с остальными lt8 в чем его преимущество в чем его недостатки альфа у нашего танка 180 это средний показатель на уровне если взглянуть на дпм то наш дпм на втором месте среди lt8 на первом месте бульдог которого апнули скорострельность там теперь бешеная и наш облегченный т-44 на втором месте по дпм уступая ему всего лишь 16 единиц пробитие базовым снарядом 182 это средний показатель а вот пробитие специальным снарядом 210 это худшее пробитие на уровне также точность если сравнить все lt8 по точности то наш т-44 облегченный на последнем месте с точностью 04 сведение 1 и 9 это средний показатель максимальная скорость вперед 68 это тоже посередине обзор 390 также средний показатель также немаловажно для lt это маскировка с нормальным экипажем допайком и оборудованием на стрельбу досылатель стабилизатор вентиляции маскировка у нас получается 36 процентов это так себе показатель честно говоря даже у некоторых средних танков такая маскировка получается если мы ставим оборудование на маскировку и обзор просветленка малошумка командирский обзорный прибор то маскировка получается 46 процентов если еще и поставить инструкцию на маскировку тоже далеко не самый топовый результат получается в общем и целом с маскировкой у нас проблемки давайте теперь посмотрим на броню что мы делаем очень редко когда рассматриваем легкие танки броня в корпусе не выдающаяся но как для lt в принципе пойдет хотя бы фугасами пробивать не будут а вот если посмотреть на броню в башне то там по краям маски и щеки на башне очень крепкие могут даже такие неплохие снаряды отбивать конечно же лючок еще на башне имеется он очень большой и легко пробивается поэтому прям надеяться и специально танковать на этом танке я бы не рекомендовал но иногда этот танк будет спасать также еще неплохо можно потанчить бортом если у врага не сильно жесткая пушка 75 миллиметров это конечно не сильно много но более-менее пойдет также еще у нас на двигателе имеется полочка которую легко пробить если стоять в ближнем бою и дать врагу время на выцеливание поиграл на этом танке я пришел к выводу что не совсем согласен с тем как позиционирует этот танк при продаже рассказывают о том что это танчики якобы для врывов там приедет поможет ворвется там закрутит на стреляет и так далее это все хорошо до поры до времени есть еще одна такая неявная проблема у этого танка это критуемость его внутренних модулей башня боеукладка особенно баки у средних советских танков есть такая проблема что когда ты на них смотришь и стреляешь в левую часть корпуса в лд нлд они очень часто загораются также стреляя им в борт стреляешь под башню и они часто взрываются также еще и бывает под передний каток сбоку наискосок когда стреляешь тоже могут взорваться у этого танка тоже очень большие проблемы с пожарами не так уж много боев я на нем сыграл но он уже очень часто у меня горел и бывали бои когда он горел у меня по два раза за бой этот танчик очень нежный и хрупкий несмотря на то что он позиционируется как такой дерзкий для врыва танк с какой-то там броней как для лт неплохой но эта броня все равно не гарантирует вам что вы там что-то будете часто танковать она просто как для лт нормальная а в целом по уровню ее пробивать не сложно также у нас плохо с маскировкой у нас большой танк орудия вниз опускается всего лишь на 5 градусов это очень ужасно очень тяжело играть на рельефах поэтому вот это вот позиционирование танка как танк для врыва это хорошо пока в тебя не стреляют если ты врываешься и в тебя начинают стрелять хорошо если тебе просто будут урон наносить в ответ можно хотя бы своим дпм врагу не хило так ответить но проблема в том что чаще всего это танк сразу начинает критоваться загораться и вы не можете ответить врагу своим даже дпм тот который имеется поскольку когда горит танк мало того что просто хп очень быстро тает так еще и все параметры танка тоже ухудшаются а у нас еще худшая точность на уровне у нас еще очень плохие увн и так себе стабилизация попробую еще реализуй второй на уровне дпм среди легких танков если сравнить этот лтс лт 432 тот тоже часто горит но по ощущениям он более компактный увн и намного лучше и удобнее поэтому ты не так сильно подставляешься когда вылазишь на врагов да там меньше дпм но там лучше пробитие специальным снарядом что тоже немаловажно там танчик тоже с неплохой броней рикошетный на мой взгляд для большинства игроков лт 432 намного легче удобнее и приятней а вот этот танк т-44 облегченный намного сложнее реализовать и он скорее не для врывов а для стрельбы из-под тяжка в плане того чтобы посвятить союзникам этот танчик один из самых плохих на уровне он большой громоздкий с плохой маскировкой и очень сильно критуется в плане врывов этот танчик тоже жесткий если враги не стреляют именно в вас если вы удачно вовремя заехали если враги на перезарядке или отвлечены на кого-то дпм реально жесткий критуются враги тоже неплохо с такой скорострельной пушкой стрелять по двигателю баком каткам это правильное решение враги разлетаются очень быстро но если они начинают стрелять в вас обычно т-44 облегченный разлетаются еще быстрее ни один танк у меня так часто в бою не горел как т-44 облегченный и то что у меня там прокачано пожаротушение или инструкция стоит на пожаротушение она не сильно помогает поскольку танк все равно горит хп у нас 1100 когда танчик загорается это грубо говоря еще плюс тычка если у нас прокачано пожаротушение в любом случае пару раз загоришься за бой хп все кончилось если пожаротушение вообще не прокачано можно с одного выстрела просто догореть до ангара в бою на фоне вы видите как я просто из-под тяжка настреливаю из кустика и вообще не подставляюсь до дпм жесткий скорострельность бешеная если враги подставляются и на вас не упарываются не обращать внимание то урон набивается очень быстро если не нужно выцеливать в зимой зоны не забываем что у нас еще и худшая точность и так себе пробитие специальным снарядом вообще худшее поэтому этот танчик с одной стороны в балансе с другой стороны один из самых сложных кому могу порекомендовать этот танк если вы слабый игрок или даже средний игрок я бы не рекомендовал вам в принципе на лт играть на этом тем более если вы очень хороший игрок и любите легкие танки с геймплеем про стрельбу именно с упором на стрельбу то можно попробовать этот лт купить за золото если у вас его много и не знаете что с ним делать в других случаях спорный вообще вопрос о том чтобы покупать этот танк очень сложный тяжело реализуемый если врываться на нем то так чтобы у вас никто не стрелял а бывает такое что ты врываешься в союзники перестают играть а враги такие здорово мы все только в тебя будем стрелять а ситуации когда враги на тебя не обращать внимание ты в них стреляешь происходит не часто вы думаете каждый бой у меня такой когда я просто стою расстреляю врагу это еще повезло что враги не самые бронированные в принципе вот такой вот танчик в некотором смысле он в балансе но на мой взгляд ему не хватает у воинов и чересчур сильно он критуется если бы вот эти две вещи не были бы худшими на уровне то на этом танке не так бы тяжело игралось а так его очень сложно реализовать у меня были моменты когда я врывался быстро набивал кучу урона были моменты когда я врывался все разворачивались на меня и я улетал сразу в ангар были моменты когда я по два раза за бой горел по одному разу за бой горел я бы не сказал бы что этот танк полностью мертв но он очень сложный это мой вывод с вами был варчик и радик красиво подписывайтесь ставьте лайки пишите в комментариях как вам данный агрегат всем удачного дня пока